Всем привет! Меня зовут Линда. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу поговорить с вами об Ивроше. У меня накопилось действительно огромное количество продуктов. Вот такая вот целая коробочка. Все эти продукты достойны внимания. Каждый из них работает. Поэтому, если вам интересно, тогда запасайтесь чашечкой чая, усаживайтесь поудобнее. И мы начнем. Чтобы не затягивать это видео, я постараюсь максимально лаконично рассказать о каждом продукте, потому что их действительно много. И они достойны внимания. Так что поехали! Итак, первое, что бы я хотела начать, это вообще немножко пару слов об Ивроше. Я думаю, многие знакомы с этой маркой. Я знакома очень давно. Но я всегда пользовалась исключительно только банной линией. Я просто обожаю гели для душа от Ивроше. Они не сушат кожу, они имеют прекрасный аромат. А вот с уходом и с декоративной косметикой у меня как-то дружба не складывалась. Для меня все уходовые средства Ивроше просто не работали. Я от них не видела никакого результата. Но в этом году как-то так получилось, что мне одна знакомая порекомендовала, другая знакомая мне подарила. Я попробовала, мне понравилось. И я начала потихоньку-потихоньку скуповывать. И вот что у меня получилось. И давайте начнем с того, что еще в Ивроше произошел ребрендинг. Я уверена, что марка 100% изменила свою формулу, потому что продукты реально стали работать. Я заметила, что кожа моя стала даже лучше от этих продуктов. И от них есть, видимо, результаты. Некоторые продукты я даже уже повторила. И что хочу отметить. Давайте начнем с очищения кожи и будем двигаться потихоньку к нашим шикарным волосам. Потому что там тоже есть два продукта, которые просто всегда будут на моей полочке по уходу за волосом. Всегда. Но сегодня начнем с лица. Итак, первое. Это я хочу отметить гидрофильное масло. Вот так вот оно выглядит. Это гидрофильное масло с экстрактом ромашки. Мне это масло очень понравилось. Чем? Тем, что, во-первых, не оставляет липкий слой на коже, как это часто бывает с маслами. Кожу не пересушивает. Попадая в глаза, прекрасно очищает даже водостойкий макияж. И нет на глазах никакой пленки. Это вот просто для меня пункт номер один при выборе гидрофильного масла. За, конечно, такой маленький объем здесь немножко завышена стоимость. Но если воспользоваться акциями, скидками, то, в принципе, стоимость доступная. И продукт действительно достойный. Макияж растворяет на ура даже самые стойкие. У меня не вызвало никаких забитых пор, прыщей и так далее. Поэтому действительно продукт достойный внимания. Далее это здесь у меня гели для умывания. У меня их два. И я их также два повторила. Вот так вот они выглядят. Один у меня из увлажняющей серии. Другой из серии Nutritif Vegetal. Это серия для очень сухой кожи. Повторюсь еще раз. Может, кто не смотрел мои предыдущие видео, у меня кожа нормальная, склонная к сухости. Зимой она очень даже сухая, я бы сказала. Оба эти гелия, они прекрасные. Особой разницы, точнее даже результата, результат особо не отличается. И тот, и тот прекрасно очищает макияж. И тот, и тот мне не сушит кожу. А мне все, абсолютно гели, любые мне сушат кожу. Вообще гелеобразная текстура, это не для меня. Я пользуюсь либо молочком для снятия макияжа, либо это должен быть крем, либо крем-гель максимум. Но никак не гель. Но когда я попробовала первой этой серии увлажняющий вот этот вот гель, я подумала, нет, что-то здесь не так. Но я начала читать. Я здесь тоже, кстати говоря, подготовилась. Потому что экстрактов и в Роше достаточно много. Всякие компоненты, с которыми Марк работает. И именно здесь есть экстракт воды Эдулиса. Или Эдулиса, к сожалению, я не буду утверждать, как верно. Потому что все называют этот компонент. По-разному. Это растение похоже внешне очень на алое. И так как мы знаем полезен сок алое, точно так в этом растении в Эдулисе очень полезна его вода. Потому что она богата очень такими увлажняющими свойствами. И этот экстракт находится в этом геле. Как утверждает нам производитель. И я думаю, что, наверное, действительно он здесь находится. Потому что кожа у меня не пересушенная. Это первый гель, после которого моя кожа не берется такой вот пленочкой. И такого вот нету стянутого у меня ощущения. Просто-просто супер. Этот же гель для сухой кожи, в принципе, с таким же действием. Абсолютно не одинаковый. Этой серии, если, ну как, хочется комбинировать, да. Этот закончился, вернусь к этому. Этот закончился, вернусь к этому, дабы не надоедать. Далее. Из этой же увлажняющей серии у меня есть вот такой вот гаммаж. Это именно желе. Так и называет производитель. Это желе-эксфолиант. Действительно, это желе. Здесь желеобразная текстура. Но с мелко такими абразивными частицами. Я не люблю скрабы. Я, в принципе, не люблю скрабы вообще. Потому что у них вот эти вот крупные частицы абразивные, которые только царапают нашу кожу. Меня это раздражает. Эта кожа травмирует. И я, в принципе, не пользуюсь. Но это мне вот подарила подруга. И я вам могу сказать, что я его обязательно повторю. У меня вот здесь еще немножечко осталось. Здесь мелко абразивные частицы. Они как песочек. Они абсолютно-абсолютно не травмируют кожу. И это мне очень нравится. Тоже кожу не пересушивает. Прекрасно очищает. Я заметила, что поры стали намного чище. Поэтому продукт достойный внимания. Рекомендую обратить на него внимание. Далее. Из этой же серии у меня есть мицеллярная вода. Которая также обогащена вот этим вот экстрактом эдулиса воды. Прекрасная мицеллярная вода. В отличие от той же мицеллярной воды от Горнье. Которая пенится. Которая оставляет липкий слой. Которая вообще не снимает водостойкий макияж. Вот это просто моя любовь. Она прекрасно очищает кожу. Она не забивает мне пор. У меня не остается никакого липкого слоя. Ну вот просто на ура. И кожа, то что мне важно, она не пересушена. Я чувствую, что моя кожа плотненькая, упругая, увлажненная. Прекрасное средство. Рекомендую. Рекомендую. И текстура здесь жиденькая. Вот именно водички. В отличие от мицеллярного геля. Из серии Detox. Здесь текстура именно геля. Вода гель. Я бы так сказала. Что-то вот среднее между тем и тем. Но опять-таки по своим свойствам они абсолютно одинаковые. Потому что у меня какие требования к мицеллярной воде. Она должна прекрасно очищать. Она не должна мне оставлять никакой липкой жирной пленки. Попадая в глаза, она не должна щипать. С этим всем эти продукты справляются на ура. Единственное, здесь разные две текстуры. Кто что любит. Ну, как заявляет производитель серия Detox. Мы понимаем, да, на что она рассчитана. На детоксикацию нашей кожи. А здесь более регенерирующие свойства, я бы сказала. Если увлажняющие, более такие увлажняющие, питательные свойства. Но на результате, на выходе мы видим один и тот же. Просто прекрасно очищенная кожа. Мне нравится и тот, и тот. Я их просто чередую. Вот так. Далее из увлажняющей серии, что мне очень понравилось. Это такая вот, как они пишут, бустер, сыворотка. Ну, это что-то между ними. Но сейчас, я так поняла, изменена упаковка. Именно в этой упаковке я уже не нашла. Ну, заказала в другой. Такая она более синяя. Это белая новая упаковка, синяя. Что мне здесь нравится? Это стекло. То есть здесь упаковка реально такого хорошего, люксового продукта. Это первое. Второе – это свойства. Потому что увлажнение просто на 100%. Я наношу как ночью, так и с утра. И вот для меня такой тест – работает ли средство или не работает. Когда я утром смываю свой вечерний уход, то есть я ощущаю на ощупь, да, и как бы вижу свое отражение в зеркале и понимаю, работает средство или нет. Это по такому признаку, что ты умылся, и вот как будто бы ты все смыл, и твоя кожа вернулась в то прежнее состояние. Или когда ты умылся, и ты видишь результат, то есть ты трогаешь свою кожу, ощущаешь ее, что она такая мягенькая, шелковистая, такая увлажненная, что кожа в принципе не просит еще дополнительного какого-то увлажнения или питания, что мне нужно нанести и увлажняющий спрей, и сыворотку, и еще крем, чтобы там избавиться от каких-то шелушений. Ничего этого нет. Вот тогда значит средство работает. То же самое с вот этой вот сывороткой. Она действительно работает. Она идеально подходит, кстати, под макияж, если я ее наношу днем. На ней ничего не скатывается. Она мне не забивает поры, не вызывает никаких аллергических реакций. У меня ничего не чешется, у меня нет никаких высыпаний. Просто, просто супер. И увлажнение дает 100%. Вот если вы ищете хорошую увлажняющую сыворотку за адекватную стоимость, я вам реально рекомендую вот именно присмотреться к этому продукту. Далее, что у меня здесь еще есть по уходу. Это то, что мне безумно нравится. Это начинал крем-маска из серии Детокс. Вот так вот он выглядит. Здесь такая текстура крем-геля, я бы сказала бы. Я наношу на ночь. Кстати, я пробовала наносить увлажняющую сыворотку, а затем наносила маску. Спустя где-то минут 20 после того, как нанесла сыворотку, на утро эффект просто шикарный. Вот кожа вот она такая плотная, плотная, она такая вот напитанная. Я не знаю, я же говорю, формула Евроше 100% изменена. Я вижу явный результат. И продукты достойны. И вот, кстати, то, что я говорила о ребрендинге, опять-таки вернемся к упаковке. Здесь еще коробочка была. Вот только лопаточки не хватает для вообще полного люкса. Здесь стекло, не пластик. То есть очень-очень достойная упаковка и содержимое не менее достойное. Мне чем нравится то, что не липнет. То есть вот я нанесла, несмотря на то, что это текстура крем-геля, да, я тоже такие текстуры не очень люблю. Она не липнет. То есть она не вызывает такое вот ощущение чего-то тяжелого на коже, что вот хочется прям пойти смыть, вот умыться и быстрее-быстрее очистить кожу. Этого ничего нет. Просто прекрасно выполнять все свои функции. На утро кожа чистая. И еще что я заметила, ну, все-таки, так как это сказано, детокс, да, то есть определенный детокс, где происходит. И еще такой момент – это покраснение. Если у меня, например, какое-то небольшое, как я говорю, недоразумение, да, я вот на ночь наношу, просыпаясь утром, у меня вся краснота просто проходит вот как рукой. Просто снята. Очень-очень классная вот эта вот крем-маска. Я обязательно ее повторю. Она у меня уже здесь почти закончилась. При всем при том, что я так на нее подсела. И хочу сказать, я наносила каждый день. Хотя вот в магазине консультанты рекомендовали вообще наносить 2-3 раза в неделю. Я подсела на этот продукт конкретно. Делала это каждый день. Результат просто божественный. Так что рекомендую. Так, что у меня здесь далее? Мы переходим потихонечку к волосам. Это вообще отдельная-отдельная моя огромнейшая любовь. Это то, что я сказала, будет всегда стоять на моей полке. Это два просто супер-супер продукта от Evroche. Это их уксус. Здесь у меня малиновый уже закончился. У меня была максимум упаковка. И я решила попробовать уксус для волос из серии Detox. И они оба крутые. Оба крутые. Можно иметь и тот. И тот лишним не будет. Можно иметь только этот, если исходить из стоимости. Потому что здесь все-таки 400 мл по стоимости вот этих вот 150 мл. Но давайте вообще пару слов начнем, почему я пользуюсь именно уксусом для волос. Многие удивляются, считают это какой-то вообще бесполезный даже продукт. Но ничего подобного. Эти продукты очень полезны. Почему? Потому что мы знаем, что наша вода, она не самая лучшая. Она не самая чистая. Я имею в виду проточная. Она обогащена солями, мы знаем, кальция, натрия и вот эта вот вся соль. Плюс к тому же нам хлор есть. Это 100% восседает на наших волосах. И волос становится жесткий, становится пористый. Вот это опять-таки пористость такая вот моя проблема. И вот эти два уксуса, они помогают мне с этой проблемой бороться. Потому что, по сути, уксус это та же щелочь. И она просто удаляет вот этот вот налет, который остается на наших волосах. И волосы у меня просто стали мягкие, они стали послушные. У меня они не пушатся. Я вижу, как у меня избавилась пористость и появился здоровый блеск волосах. В принципе, особой разницы здесь как бы нет. Здесь малиновый уксус, который добывается путем брожения. Потому что, ну, малина, сами понимаем, да, какая ягода. И получить как бы из нее уксус довольно-таки можно простым путем. В этом же уксусе, в детоксе, в составе есть экстракт маринги. Это такое растение, которое растет на Мадагаскаре. И, как я поняла, что этим растением можно очищать воду абсолютно природным путем. То есть, грубо говоря, такой вот как бы природный фильтр, да. И мне очень нравится. Вот просто уксус этот классный-классный. Как я им пользуюсь, мне больше всего нравится то, от чего реально виден эффект. Это я развожу столовую ложку на литре воды. И причем уже на воде покупной. Не та вода, которая у нас проточная, а вода, которая покупная. Потому что, ну, как бы смысл мне, да, очищать воду проточную. Пусть я уже лучше очищу еще раз ту, которая вот несколько раз там профильтрованная, которая пригодна для питания. Вот. Безумный. Безумно классный. Мне вообще очень нравится. У меня до этого была проблема, я все грешила, вот маска или шампунь не подходит. Теперь я поняла, что вот с этим продуктом абсолютно любая маска, любой бальзам, любой шампунь будет просто идеальным. Очень-очень классный уксус. Вот. Честно, девочки, у кого пористые волосы, я рекомендую от сердца. Также еще что меня поразило, это кисть. Вот такая вот кисть от Evroche. Она очень классная. Она так плотно набита здесь, вот, ну, просто у меня нет предела моему восхищению. Несмотря на то, что они рекомендуют использовать эту кисть как для контурирования, но я бы назвала это хорошая кисть для тональной основы. Вот. Я, в принципе, тональной основой пользуюсь. Здесь идеальный размер, который можно как бы распределить тональную основу. Идеально. Она не большая, не маленькая. Даже вот в области под глазами тоже достойно, кстати, себя проявляет эта кисть. Она очень плотно набита. После нескольких ее стирок она прекрасна. Она не лезет. Здесь не жесткий ворс. Тональную основу распределяет равномерно. Не оставляет таких вот полос, что часто бывает с такими бюджетными кистями, которые, даже если они плотно набиты, но из-за того, что очень такой вот жесткий вот этот ворс, он как бы так растягивает тональную основу полосками неравномерно по коже. Вот, что я вам хотела сказать про эту кисть. Но, в целом, это у меня все на сегодня. Поэтому, если вам понравилось это видео, мне будет очень приятно увидеть ваш пальчик вверх. Также не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой канал, потому что скоро выйдет еще одно новое видео. Я над этим активно работаю. Мне приятны ваши внимания. И мне очень приятно ваша обратная связь. Также подписывайтесь на мой инстаграм. Все названия, все продукты, все ссылки я оставлю в описании. Так что до новых встреч уже совсем скоро. Пока!